Прибыв на Ульяновскую землю, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов воочию увидел проблематику оползневых зон области. Маршрут построили до разъезда Милановского. Точка отправления стал речной порт. Здесь же министр встретил глава региона Алексей Русских. Осмотр проходил с палубы корабля. Так все имеющиеся проблемы в прямом смысле оказались на поверхности. Проблему оползней продолжили в зале правительства. Подводя итоги, Александр Козлов обозначил главное – не допустить притока воды на поврежденные участки. Нужно не допустить появления новой воды. Это перекрыть периметр не со стороны реки, а со стороны города. Нам нужно определить диаметр, радиус, который мы возьмем в расстоянии. И определиться с технологическим решением, как это делать. Как отметил министр, на кону жизнь и безопасность людей. А значит, теперь это проблемы не каждого отдельного ведомства, а общие. Его поддержал Алексей Русских, обратив внимание коллег на историю проблемы. Также с его слов, если не принять необходимые меры, сотни людей останутся без крова. И даже здание, в котором проходит совещание, будет утрачено. Крупные оползни – неизменный атрибут ульяновской весны. Об их последствиях помнят и сейчас. Например, после оползня 1979 года было прекращено движение поездов на четверо суток. Встали все стройки. В 2016 году, пять лет назад, оползень двигался со скоростью 10-15 сантиметров в час. Протяженность Волжского склона в пределах Ульяновска, подверженная оползневым процессом, составляет более 17 километров. А инженерная защита, за счет которой поддерживается устойчивость склона, была построена еще в советское время. По итогу совещания приняли решение коллегиально разработать дальнейший план действий. В течение трех недель подготовят план, который будет включать в себя следующие шаги. Шагов должно быть четыре. Что такое оползень? Это, в принципе, участок земли, который как губка впитала в себя воду. Наша задача – этот участок земли от воды освободить. Или контролировать его в тех размерах, которые позволяют и не наносят ущерба. Вопрос оползней не единственный, который будет решен совместно. Внимание направят на улучшение экологии региона, в том числе на качество воздуха и воды. Для улучшения последней будет установлен новый водовод в правобережье. Еще в советские времена были найдены линзы с хорошей качественной водой, 40 километров под городом. Сейчас регион начинает проектирование данных работ. Надо понимать не только то, что мы понимаем, что вода должна прийти чистой, а не так плавивной, которая есть. Вы все знаете, что буквально несколько лет назад была проблема, когда уровень Волги упал, и у нас проблемы были с очисткой воды, которая в Ульяновске. Сейчас идет подсчет необходимых средств для реализации проектов. Предварительно на ликвидацию оползней потребуется 15 миллиардов рублей. Александра Никитина, Данил Сурков, Управда ТВ. Спасибо.